приветствую друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы продолжаем тему нашей любимой солнечной грузии и познакомим вас со вторым таким глобальным то есть всего в грузии три вида хачапури по-менгрельски хачапури по-аджарски и хачапури по-эмеритински хачапури по-менгрельски мы уже сделали вот теперь вот как бы второй вид хачапури по-аджарски наверняка вы не раз видели на рекламных плакатах где-то на вы дисках ресталранов вот такую вот красивую лодочку с яйцом посередине Вот это и есть хачапури по-аджарски. Собственно говоря, его сегодня и приготовим. Итак, на 2 хачапури нам понадобится 240 грамм муки, 50 грамм молока, 100 грамм воды, 30 грамм растопленного масла. Помимо этого, чайная ложка дрожжей, столовая ложка сахара и половинка чайной ложки соли. Также нам понадобится одно яйцо. И для начинки хачапури нам понадобится эмеретинский сыр. Эмеретинский сыр у нас собственного приготовления. Если вам, кстати, интересно, можете посмотреть в разделе сыры на нашем канале есть видео, как приготовить эмеретинский сыр. Очень вкусный сыр, реально очень классный. Он вот такой вот у нас классной структуры, ну вот точно как в Грузии, с такими крупными дырочками. Все как положено. И также нам понадобится для начинки, естественно, 2 яйца, которые будут уже украшать эту красивую лодочку, друзья. Первое, что нам надо сделать, это, естественно, приготовить тесто и оставить его подходить. А сейчас Лариса нам покажет, как это сделать. Начнем, друзья, с приготовления опары. Мы подогрели молоко и воду до температуры 37 градусов. Смешиваем их в емкости, добавляем сахарок и хорошенько размешиваем сахар, чтобы он полностью растворился. После этого рассыпаем дрожжи на поверхности смешанных наших молочка и водички и даем им где-то минутку постоять, чтобы они регидрировались. То есть, чтобы дрожжи, ну, попросту говоря, намокли. После этого, где-то минутку, можно даже полторы. После этого, друзья, все тщательно перемешиваем и ставим в теплое место. Как бы сейчас зима, у нас в доме достаточно прохладно, то есть, отопление установлено на 19 градусов, это недостаточная температура. Как мы делаем это самое теплое место? Не подумайте, что мы ставим именно в то теплое место. А Лариса включает буквально на 1-2 минуты духовку, потом выключает ее и после этого использует ее как теплое место. Вот таким вот образом. То есть, мы включили духовку буквально на 1 минуту, чтобы она прогрелась немножко. То есть, жарко там не должно быть, разогревать ее не надо, чтобы она чуть-чуть прогрелась. И на 15 минут помещаем туда нашу опару. После этого приступим к изготовлению теста. Опара готова. Добавим в нее соль и хорошенько размешаем. Теперь просеиваем муку. Муку надо просеивать не только для того, чтобы исключить попадание в готовое блюдо каких-то инородных предметов, но и для того, чтобы тесто было пышное. То есть, такая очень желательная процедура. Ну и, естественно, в муке могут быть, то есть, мука-то промышленного изготовления, может оказаться все, что угодно. Любой совершенно неожиданный предмет. Начнем замешивать наше тесто. Добавляем растопленное сливочное масло. Затопилось, я же говорю, холодно. Сейчас, друзья, одну секунду, я поставлю его в микроволновку. Теперь все хорошо. Добавляем растопленное сливочное масло, пока оно не успело опять затопиться назад. И теперь уже, как настоящая грузинская хозяйка, не ложечкой, а руками, замешиваем тесто. Тесто надо вымесить очень тщательно, чтобы оно было совершенно однородное. И после того, как его вымесим, друзья, опять же-таки накроем его чистым полотенцем и поставим в то самое теплое место. Ну, на самом деле, оно должно быть в тепле. Если у вас в квартире обычная батарея, то можно возле батареи поставить табуреточку и поставить тесто на батарею. Ну, желательно его при этом не тревожить. Ориентироваться надо на то, что тесто должно увеличиться где-то в 2-2,5 раза. В общем, друзья, замесили тесто и на полтора часа его в теплое место. Наше тесто подошло, друзья, и надо его разделить на два равных кусочка, ну, из которых мы, собственно говоря, будем формировать хачапури по-аджарски. Не сильно оно жидкое? Не, ну, эластичное. Эластичное, да? Сейчас я сразу. А для чего ты его обминаешь так? Ну, чтобы выпустить весь воздух. Но сейчас мы его оставляем на 10 минут, и оно еще раз у нас подойдет чуть-чуть за это время. Идя, вот такие вот шарики. Подготавливаем вот таким вот образом тесто. И мы подготовили противень, друзья, он у нас застелен тефлоновым ковриком. Продается тефлоновый коврик, очень удобная штука. Продается на Алиэкспресс, стоит около доллара. Если нету тефлонового коврика, используйте пергамент для выпекания. То есть, вырежьте нужного размера на ваш противень пергамент для выпекания. Прошу прощения. И надо подготовить духовку, разогреть ее до температуры 220 градусов. Пока у нас тесто, пока мы его сформировали, подготовим сыр для начинки. Надо взять наш американский сыр и потереть его весь на крупную терочку. Потерли сырочек и даем тесту отдохнуть в течение... Ну, от того, как мы сформировали шарики, оно должно полежать отдохнуть 10 минут, друзья. Прошло 10 минут, и начнем готовить наши хачапури по-джарски. Берем досточку для раскатывания. Нам надо раскатать шарик. Вот так его немножко разминаем, приминаем, берем скалочку и начинаем раскатывать. Нам надо кружочек получить, правильно? Ну, вообще что-то типа овала или прямоугольничка, потому что нам же надо будет сформировать длинную плодочку, так сказать. То есть нам кружочек не подойдет. До какой толщины мы раскатываем тесто? Ну, где-то 0,5 миллиметров. Ой, 0,5 сантиметра. 5 миллиметров. Ты его специально не переворачиваешь, чтобы оно залепилось потом, да? То есть с одной стороны мука, а с другой стороны нам мука не нужна совершенно. В принципе, это тесто можно вообще без муки раскатывать, но я так, на всякий случай, мало ли, вдруг. Потому что наверняка получилось раскатать. Вот, раскатали такой блин. Теперь сверху выкладываем сырочек. Наш сырочек делим условно вот таким вот образом. То есть сначала пополам, так как у нас на 2 хачпури. И потом от половинки берем где-то 2 трети сыра. И раскладываем вот так. Не очень толсто. Равномерно распределим по всему тесту сырочек. И теперь, друзья, самый ответственный момент. Берем с длинной стороны. И начинаем заворачивать тесто вот таким вот образом в рулончик. И с другой стороны делаем точно такую же операцию. Теперь сворачиваем края вот так вот и слепливаем их, получая лодочку. Ну, такая красота получилась. Буду хорошенечко защипывать вот эти вот краешки, чтобы оно потом не разошлось при лопечке. И вот ту вот часть, которую мы от половинки сыра оставляли, мы ее выкладываем сюда в серединочку. Как много сыра, какой вкусняка получится. Переищаем эту красоту на противень. Теперь можно уже разровнять, придать окончательную форму, ровненько распределить сырочек. Одно из яиц, отделили желток. Используем только желток. Этим желтком аккуратненько смазываем именно тесто. Аккуратненько смазываем именно тесто хачапури. То есть сыр туда пока яйцо не предполагается. Не идет. Вот как яйцо может идти. Выросли ножки, и яйцо пошло в хачапури. Смазываем бортики нашей лодочки, скажем так. Вот, точно. Я сегодня не нахожу нужных слов. Наверное, потому что проголодался и так вожделею уже этих лодочек. И точно так же готовим второй уровень. Посмотрите, друзья, вот такие вот две изумительные, просто замечательные, мега красивые лодочки у нас получились. И помещаем их в духовку теперь, разогретую до 220 градусов на 20 минут. Отправляем наши хачапури по-аджарски в духовку. Будем следить. Я включу таймер. То есть мы рассчитываем на 20 минут. Но если вдруг приготовится быстрее или будет готовиться дольше, мы скажем точное время уже после выпекания. Друзья, посмотрите, как красиво жарятся наши хачапури. Сырок уже закипает. И практически они готовы. Еще буквально полминутки. И будем добавлять в них яйцо. В 15 минут наш хачапури готов. Достанем их из духовки для того, чтобы вбить яйцо. Немножко примнем сырочек. Ай, какая красота. Как он расплавился. Вообще супер. И теперь в каждую лодочку надо вылить яичко. Для этого аккуратненько выливаем его в какую-нибудь емкость. И помещаем на серединку лодочки. Желательно, чтобы оно легло именно в серединку, чтобы было красиво. Белок можно немножко растянуть. Не совсем его получится растянуть, чтобы он накрыл весь сыр. Еще по 5 минут помещаем все это в духовку, друзья. 4 минуты провели наши хачапури в духовке. И вот такой вот вид теперь они имеют, друзья. Яичко поджарилось. Главное его не пережарить. То есть вот у нас духовка была хорошо разогрета. И получилось за 4 минуты все поджарилось. Теперь надо подождать, пока наши хачапури остынут. И, друзья, после этого их продегустируем. Ну что, друзья, мы попробуем, что у нас получилось. Хачапури по-оджарски кушается вот таким вот образом. Отламывается хвостик. Сюда вот сырочек. Сюда вот сырочек. Уже спина. Прям как в Батуми. Вкус солнечной отжарии. Лиза тоже, по-моему, хочет. Но очень вкусно. Не буду вас чревоугодием утомлять, друзья. Хачапури по-оджарски реально, наверное, один из самых вкусных хачапури в Грузии. Но, во всяком случае, мне он нравится больше всего. В первую очередь за счет вида. Вид просто фантастический. Во вторую очередь за счет того, что в нем присутствует яйцо. Он очень сочный. Очень классный. Ну, и в принципе, мне очень нравится аджария. Очень нравится Батуми, его окрестности. Я очень люблю, бывая там, лакомиться хачапури по-оджарски. Друзья, надеюсь, видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы ответим на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok